В парламенте Башкирии создали новую рабочую группу. Депутаты будут следить за начислениями в сфере ЖКХ. Такова реакция на многочисленные жалобы жителей республики. Проблема возникла не вчера, она носит перманентный характер. То затухает, то разгорается с новой силой. Необходимо мониторить ситуацию, работать на предупреждение, чтобы подобных ситуаций не возникало. Чтобы люди не получали квитанции, где плата за отопление, воду, газ или электричество необоснованно завышены в 2-3 раза. Этим и предстоит заняться рабочей группе, объяснил председатель Госсобрания Константин Толкачев. Местность Мурат Тугай в Бурзианском районе ждут изменения. Как будет развиваться туристическая зона рядом с пещерой Шульганташ, рассказали на совещании в местной администрации. На местности Мурат Тугай запланированы парковочные места на 200 машин и 10 автобусов, строительство центра, досуга, павильонов, торговли и общепита, спортивных и детских площадок, гостиницы на 30 номеров, уровня 3 звезды и многое другое. В Уфе из Республиканского перинатального центра выписали первую в 2020 году тройню. Дети родились 3 февраля и все это время находились в клинике под наблюдением врачей. У семьи Азата и Гульгины Сынгизовых появились на свет два мальчика и девочка, каждый весом чуть более 2 килограммов. Родители дали новорожденным имена Мирас, Мухаммед и Гули. В их семье уже подрастает пятилетний Самир. Знаменитый российский силач Эльбрус Нигматуллин собирается переехать из родного Челябинска в Уфу. «Я принял решение жить и работать в Уфе. Башкортостан всегда для меня был вторым домом. А в последний год с приходом Радия Хабирова и его команда Республика Башкортостан меняется в лучшую сторону, становится сильнее. Долго размышлял о своем переезде в Уфу и понял, что именно здесь я смогу эффективно реализовывать и создавать спортивные и социальные проекты. Пропагандировать здоровый образ жизни на благо Республики», – написал он в социальных сетях. В Башкирии вынесли приговор от 33-летней жительницы Благовещенска, которая регулярно избивала своего сына. Женщина периодически злоупотребляла спиртными напитками и была жестока по отношению к ребенку. Воспитательный процесс иногда сопровождался избиением сына – то поленом, то сапогом. Мировой судья признал ее виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с ребенком и приговорил к 320 часам обязательных работ. Женщина признала вину.